В преддверии Дня памяти и скорби почетные гости федерального военного мемориала возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Традиционно в этот день несут алые гвоздики. Эти цветы олицетворяют боль войны и мужества, с которым люди ее пережили, но не забыли. Уже выросли внуки и правнуки тех, кто принял смертный бой, стал просто землей, травой, как поется в известной песне из кинофильма «Офицеры». В продолжении мероприятия состоялось вручение грамот студентам четырех московских вузов. Они образовали консорциум по военно-мемориальной деятельности и участвовали в поиске данных о героях Советского Союза. Чье место гибели неизвестно. Это проявление уважения и благодарности государства и общества к погибшим защитникам Родины. Забота о достойном сохранении их памяти. Совсем недавно, буквально чуть больше месяца назад, звание Героя Советского Союза было присвоено еще одной героической летчице Валентине Пащенко, которая в свои 22 года была летчицей. В апреле 1945 года она была сбита над Чехией, которая еще не была тогда, естественно, освобождена. Она осталась жива, упала вместе с самолетом и несколько дней еще жила. И она отстреливалась двое суток, пока не израсходовала боезапасы. Она отстреливалась от немцев, они не могли захватить этот самолет. И когда боезапас закончился, она застрелила, чтобы не попасть в руки врага. Об этом случае рассказали чешские поисковики в нашем посольстве. Министр Лавров сам обращался к Владимиру Путину с просьбой наградить храбрую военную летчицу с золотой звездой Героя Советского Союза. Справедливость восторжествовала даже через столько лет. Другая история рядового солдата, который в совсем юном возрасте пошел на фронт, тронула сердце студентки Дарьи Соловьевой. Нам когда дали пробное задание, я очень долго пыталась кого-то найти, но не все получается с первого раза. И для меня было шоком, когда я увидела своего ровесника. 21 год, он прошел практически всю войну и умер уже в 45-м, после официального окончания войны, то есть после капитуляции Германии. И на меня это произвело неизгладимое впечатление. Я, наверное, плакала часа два потом. В память о таких героях высадили 100 саженцев сирени. Для этого проекта были отобраны лучшие отечественные сорта. Красавица Москва, Великая Победа, Огни Донбасса. Сорт сирени с красивым названием «Надежда» посадила глава округа Юлия Купецкая. В память о дважды Герои Советского Союза, летчике-космонавте Валерии Рюмине. Сирень – это настоящий символ победы. Это память о тех, кто защищал нашу страну в Великой Отечественной войне. Именно с букетом сирени в руках встречали женщины своих героев-освободителей в далеком 1945 году. И пусть сирень напоминает нам тех, кто действительно достоин славы героев. Пусть будущие поколения помнят и гордятся своими соотечественниками и своей родиной. Татьяна Горностаева, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.